Обыск на Укрграффити. В минувшую пятницу на предприятии «Украинский граффит» проводился обыск и изъятие документов сотрудниками Орджоникидзевского райотдела и прокуратуры. В ситуации разбирались наши журналисты. Около 9 часов утра, когда рабочий день на заводе еще не начался, к административному зданию Укрграффита приехали два десятка молодых людей, рассказывает директор предприятия. Как выяснилось, это сотрудники правоохранительных органов, на руках у которых было постановление об обыске и изъятии документов. Подождать начало рабочего дня силовики не захотели, поэтому взломали двери, сломали турникет, применили силу к охранникам завода, мотивируя тем, что последние оказали сопротивление сотрудникам милиции. А искали имущество соседнего предприятия «Углекомпозит», которое находится в состоянии банкротства и ликвидации. Мы считаем, что это заказ. Само решение суда, вот такое вот неожиданное, которое касается собственности другого предприятия, которое как бы у нас находится, оно, ну, ненормально. Потому что если кто-то ищет собственность, что-то пропало, перед решением суда идут всегда сначала это, запросы. Я как директор не получал на эту тему за последний год ни одного письма. Юристы «Укрграфита» усматривают ряд нарушений, которые правоохранители допустили при обыске. Обыск проводили на этом предприятии, якобы потому что здесь находится имущество того другого предприятия. Якобы. Со слов. То есть каких-то доказательных базов у них не имелось. При этом, вернусь к тому, что до начала рабочего дня они заходят. Естественно, никого из завода управления нет. То есть, если они хотели с кем-то пообщаться, изъять документы, посмотреть. То, наверное, логично было бы прийти в тот момент, когда человек приходит на рабочее место свое. Хочу заметить, что изъятие документов производится с нарушением, опять же, требований Уголовно-процессуального кодекса. Документы изымаются без описи, мешками, складываются в пачки. Поэтому, что у нас будет изъято, можете себе представить. Весь рабочий день пятницы экономисты и юристы предприятия провели в актовом зале в компании оперативного сотрудника райотдела милиции. Была приостановлена отгрузка продукции, машинам с территории завода не разрешали выезжать. Искали по списку. Сети канализационные, системы водоснабжения, трансформаторы. Вот они по этому списку. Мы уже ходим с 10 часов утра. Все в наличии, все есть, все находится здесь. Ну, я вот и смешно. Украли здание цеха номер 6, здание административное. Вот мы занимаемся ерундой. Канализационные люки, канализационные сети, водопроводные сети. Ходили на фекалку смотреть. В результате обыска подтвердилось, что все имущество завода «Углекомпозит» по списку фонда госимущества оказалось в целости и сохранности. Подозрения не подтвердились. Однако, кто компенсирует ущерб по факту взлома проходной, вопрос остается открытым. Юристы предприятия намерены обжаловать постановление суда об обыске и действия сотрудников правоохранительных органов.